Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Богоявленского кафедрального собора до города Москвы, протеерей Александр Агейкин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей! Здравствуйте! Всех поздравляю с праздником святителя и чудотворца Николая! Спасибо, Господи! А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон московской студии 8495-781-4954 Все интересующие вас вопросы вы можете задать нам в прямом эфире. Мы ждем ваших вопросов. Отец Александр, сегодня память свидетель Николая, как у нас называют иногда еще, русский бог. И житие, наверное, уже все знают, прекрасно, и мы не будем углубляться в его жизни описания, этого замечательного святого, которому, знаете, даже любой бабушке, попробую сказать в храме, что это не русский святой, будут проблемы. У нас действительно в нашем народе этот святой очень прижился. Почему у нашего народа такое отношение к святому Николаю? Ну, сегодня у нас во многих храмах престольные праздники, в том числе и в нашем Магаевленском кафедральном соборе, один из пределов освящен в честь святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. И вот это наименование русский бог, оно же не от русского человека пошло, это уже даже от внешних, да, от времен татаро-монгольского ига, и тех народов, которые присоединялись к Российской империи. Они понимали, что это, наверное, самый чтимый святой. И вот если мы будем говорить о московских храмах, то огромное количество престолов освящено в честь святителя и чудотворца Николая. Хотя этот святой ничего общего с нашей страной не имеет. Но вот его житие, его устремленность, его близость к людям, наверное, она дает некую надежду, особую надежду на того святого, который ближе всех. Иногда даже до смешного доходит, когда человека такого малого церковленного спрашиваешь о святой Троице, он говорит, ну как, знаю, конечно, святая Троица, Иисус Христос, Богородица и святитель Николай. И это вполне для этого человека естественно, потому что он не углубляется в какие-то догматические тонкости. Для него вот эти святые, это святость, да, Христос Спаситель, Божья Матерь, Святитель Николай, это, наверное, самые близкие в любых обстоятельствах люди, которые могут, когда никого, и уж ты в полном одиночестве, которые могут тебя выдернуть, да, из какой-то самой-самой глубины твоего падения. Вот поэтому, наверное, святитель и чудотворец Николай для русского человека самый близкий святой. И не только для православного, потому что мы знаем, что в этот день и мусульмане, вспоминают святителя Николая, русские мусульмане, которые его очень чтут и наравне, наверное, вместе с нами. Поэтому удивительно, но вот это любовь народная, да, с этим ничего не сделаешь. Это не догматика, это не искусственно насаждённое почитание. Это любовь народная, и вот так сложилось. На Первом Вселенском соборе святник Николай достаточно очень смело себя повёл, он очень жёстко судил ересь арианства и конкретно имел такой серьёзный разговор с Арием, с самим тем епископом, который как раз эту ересь и, так сказать, продвигал на этом соборе. Отец Александр, расскажите подробнее об этой ереси, в чём она заключается и в чём пагуба этого лжеучения. Святитель Николай, он не только на Первом соборе такой был смелый, твёрдый в своё исповедание истины. Он во всю свою жизнь был таким непреклонным и ничего никогда не боялся. Его житие свидетельствует об этом. Но если мы будем говорить об арианстве, которое, несмотря на то, что почти 1700 лет прошло, оно до сих пор где-то там появляется в каких-то новых течениях, учениях, оно очень комфортно для человека, потому что учение Ария, Александрийского священника, оно не излагало самый главный догмат церкви, догмат о том, что Христос — Бог, Бога-человек. С точки зрения человеческой логики это, наверное, невозможно, потому что вместить невместимое, воплотиться Богу, ну, ни одной логикой никак не описать и не доказать. Очень просто говорить о том, что это просто такой же человек, как и все, просто наделенный особыми дарами от Бога. И каждый может подражать ему. А мы говорим об искуплении, мы говорим о воплощении, о спасении, потому что только Бог мог вытянуть человека из этой бездны. Только Бог со своим всемогуществом и со своей любовью. Поэтому вот это низвержение всех основ христианства. И оно так вот очень быстро нивелировалось в IV веке вот под воздействием такой логики, ну, железной логики Ария, и он, имея покровителей при императорском дворце, которые его поддерживали, практически начинал быть самым популярным в религиозном мире человеком. Поэтому и многие побаивались, ну, как вот, если говорить человеку, который является, можно сказать, духовником или любимым священником, проповедником императоров, то, ну, можно лишиться очень многого. Святителю Николаю терять было нечего, поэтому он так себя смело вел, потому что его вера, это образ его веры, вот мы поем в тропаре, да, образ веры, образ кротости, оно не позволяло ему быть равнодушным, потому что он понимал, что эта ересь, вошедшая как волк в ограду христианства, она со временем этот волк вырежет всех овец и ничего не останется. Если бы вот ересь Ария восторжествовала, то на сегодня, наверное, христианства бы не было. Была бы какая-то трансформированная религия, которая бы провозглашала, что человек может совершенствоваться до бесконечности, потому что Христос не Бог, он не привечный Бог, не единосущный Отцу, поэтому вот каждый может подражая достигнуть того состояния, в котором пребывал Иисус Христос, человек, просто наделенный определенными дарами от Бога. Но это вот с точки зрения человеческой логики очень просто, не нужно ничего, все понятно. У нас и сегодня множество таких учений, когда говорят, что самое главное в жизни человека это самосовершенствование. Вот все религиозное, оно непонятно, мистическое, а вот нужно работать над собой. Ну, например, из современных там еретических учений, там, сектантских учений, очень близки свидетели Иеговы, к орианству, практически ориане. Поэтому вот подвиг святителя Николая, который, а сегодня даже есть, раздаются голоса, что его и не было на Первом Вселенском соборе. Некоторые церковные историки говорят, что это все предание церковное, никого он никакой пощечин никому не делал, ни в какую темницу его не заключали, потому что, в принципе, он там не мог быть. На самом деле, настолько легендарная личность святитель Николай, и за эти 1700 лет оброс такими легендами, что можно просто говорить, что это просто миф, может быть, его и вообще не было. У нас же доходят до этого историки, говорят, что это все миф, такого человека не было. Но мы-то придерживаемся священного предания, которое мы чтим наравне со священным писанием, и мы говорим и поддерживаем те традиции, которые до нас доносят сведения о том, что на этом соборе в 325 году в Никее было 318 святых отцов, среди которых был святитель Спиридон Тремифунский, и Афанасий Великий, и святитель Николай Чудотворец, и многие другие великие светильники церкви. Мы в это верим, потому что мы держимся предания, оставленные нашими отцами и святыми. Этих преданий держались святые. Если мы сейчас будем говорить об историческом контексте, там мог быть, не мог быть, по каким обстоятельствам, то мы уйдем от самого главного, от того, что мы имеем как основу нашей веры, это символ веры, который в первой основной редакции был принят именно в ответ на ересь Ария, которого посрамил святитель Николай, и святитель Афанасий Великий, будучи тогда еще архидиаконом, представителем Александрийской Церкви на этом соборе. Поэтому для нас главное это суть того, что никто не подвигнутый вот этой инициативой святителя Николая не смолчал, обличили и уворочевали эту ересь. То есть церковь была спасена в тот момент. А то, что до нас доносит предание об этой смелости святителя Николая, что его, конечно, по всем канонам надлежало лишить сана, наложить какие-то прещения в соответствии с правилами святых апостолов, но опять же предание нам говорит, что сам Господь и его причистая Матерь своим заступничеством явили эту истину, которую проповедовал и ревновала которой святитель Николай. Он не искал своего, он искал торжества истины. Отец Александр, у нас есть первый дозвонивший нам телезритель, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте, Сереженька, добрый вечер, Сережа, здравствуйте. Добрый вечер, с праздником. Ой, с праздником, да, ой, забыла, извините, я что-то волнуюсь. Знаете, отец Александр, очень внимательно всегда вас слушаю, может, вы мне ответите, но мне никто не может ответить, Евангелия не найду нигде. Вот такой вопрос у меня, Господь, простите меня, Христа ради, я не упрек, ничего, ну просто меня так это все волнует, вот такой мой вопрос. Господь говорит, стучите, вам откроют, просите, вам дастся, я пришел спасти грешных, я самая великая грешница, мне не надо ни золота, ни серебра, я не прошу исцелиться душу свою, чтобы у меня сердце был в покое и не в моей душе, или я не достойна у Господа такой просьбы, как вы, ну объясните мне, вот как это понять, я не могу, я устала. Как меня тревожит этот вопрос, ну я так понял, что вы страдаете каким-то недугом, да, и молитесь о том, чтобы Господь вас исцелил. Да, я недавно, да, не мужа похоронил, его полицейские убили, но дело не в этом, я пришла в храм, раньше, как говорится, захожанка была, а сейчас вот хожу, ну вот, ну не могу я избавиться вот от своего греха, говорю, Господи, ну помоги мне, именно вот от этого моего греха, который меня, Господи, говорю, ну ты же говоришь, стучите, вам откроют, ну почему, я, наверное, не достойна его внимания. Ну мы самое главное, что мы достойны любви Божией, и то, что мы живем, и то, что мы имеем возможность приходить в храм, это уже проявление любви Божией, и вспомните, как апостол Павел молился, имея тяжелый, тяжелейший недуг, да, и что ему Господь в откровении сказал, достаточно тебе того, что в твоей немощи сила моя совершается, когда человек ощущает тяжесть недуга, тяжесть греха, у него появляется чувство смирения и покаяния, и это дает возможность Богу действовать в нас, поэтому не отказывайтесь от этой помощи Божией, потому что немощь человеческая, повод действовать силе Божией, и просто нужно просить об этом Бога, и говорить, Господи, да, я не достоин, я слаб, но пусть твоя сила божественная, твоя благодать действует во мне, как со смирением и кротостью апостол Павел это принимал, ведь он так и был принят Господом в вечность, не исцеленным от своего тяжелого недуга, до сих пор историки рассуждают, что же, какая болезнь была, это не важно, но он ее нес со смирением и с кротостью, ощущая, что это его немощный, человек, что он не всесильный, что он не могущественный, что он просто человек и только Бог может в этом человеке действовать и давать ему силу такую, как он давал апостолу Павлу, которому до сегодняшнего дня нет равного по проповеди правды и истины Божьей. Конечно, а его многострадали, это я все понимаю. Так и примите это со смирением. Что, как, отец Александр, вы, может, меня не поняли, как этот грех, вот этот гнев, гнев, он не сидит, гнев. Так с ним надо бороться, это же не одного дня, это же... Легко сказать, легко сказать, я борюсь, ничего не случается. А вы читайте «Жития святых», вы увидите, какие десятилетиями, что десятилетиями они по крупиночке, убирали из себя эту страстность, потому что гнев – это страсть, а мы призваны бороться с этим. Поэтому здесь не получается, значит, завтра будет получаться. Знаете, когда одному в Древнем Патерике очень интересная история излагается, когда один брат в пустынной обители пришел к Авве и с плачем сказал «Ава, вот я упал, я согрешил». Что мне... поднимайся до самой смерти. Поднимайся, а я опять упал, снова поднимайся. Ну, до коль, до какого порога, до какого времени я буду все время падать и встать, пока Господь не призовет тебя. Если Он тебя застанет в борьбе с грехом, ты счастливый. Если Он тебя застанет лежащим во грехе, то ты несчастный. А, ну все, спасибо. Я вот тоже так думаю, последний, скажу ли все, знаете что, ну, наверное, Господь видит, что я вот хочу, но я очень хочу всем своим утром, хочу освободиться от этого вот своего... Дай Бог вам помощи, помоги Господь. Спасибо. А ваши слова до Господа дошли тоже. Будем надеяться, где двое-трое молятся, там Господь слышит. Спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо. Отец Александр, мы продолжим. Вот мы говорим о поступке Сити Николая, который, ну, наверное, был не совсем, как сказать, свойственен епископу и священному служителю. С точки зрения современной морали. Ну да, да. Но в данное время, в наше время, ведь сейчас церковь свободная, мы об этом постоянно говорим, и таких свобод, наверное, церковь никогда не получала за всю свою историю. Вот сейчас, если ты видишь человека, даже прохожего, который оскверняет свою веру, осуждает, либо говорит какие-то непотребства, как на это реагировать? Пройти мимо? Или же проявить смелость, как свидетель Николая, что-то сказать? А если дойдет дело до, допустим, рукоприкладства, как в этой ситуации правильно поступить человеку? Я думаю, что молчать нельзя. Молчанием, как мы говорим, предается Бог. Но нужно вот именно сдерживать свои эмоции. Вот когда мы отдаем себя во власть гневу, то мы уподобляемся тем же хулителям и гонителям. Вот. Поэтому с твердостью и с какой-то кротостью обличать. потому что есть свидетельство о том же святителе Николае, о его великой кротости. Это даже в тропаре отражено. И вот этот смиренный, кроткий человек повел себя в этой ситуации. Но, видимо, та ситуация того стоила. А во всей своей жизни мы видим его смиренным, кротким, любвеобильным человеком. Пастырем, архипастырем. И вот совсем недавно мне прихожанка тоже плакала, да, что вот она сделала замечание человеку около кассы в магазине. Он повернулся мужчиной и ударил 80-летнюю женщину кулаком в лицо. И все охранники и кассиры сделали вид, что они не заметили. Она написала в книгу администраторам претензию. Она говорит, а что мне оставалось делать? Ну, конечно, ей не пришло в голову вызвать полицию, составить какой-то протокол. Человек спокойно ушел. Но то, что она не устроила с ним драку, свалку, наверное, поступила как настоящий христианин. И Господь ее смирение и кротость увидит и воздаст ей. Но вот страшно за тех людей, которые были рядом. Кассиры, охранники, простые посетители, которые позволили ударить 80-летнюю женщину мужчине кулаком в лицо. Это не мужчина, да? Вот такие обстоятельства бывают, которые наше равнодушие может довести до страшных вещей. И поэтому, как бы, если ты имеешь силу сдержать свою страсть и обличить, нас апостол Павел тоже к этому призывается, не участвуйте в делах тьмы, но и обличайте. То есть, мы должны обличать, но, опять же, без гнева, с христианской любовью и сознанием. Нам часто не хватает знаний отстоять свою веру, быть апологетами во всей глубине этого, когда мы даже не находим что-то сказать в защиту своей веры. Поэтому нужно в первую очередь учиться. Тогда всё получится. Если Александр, ещё один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, я в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Выключите ваш телевизор. У меня вот такой вопрос. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Мы выходим с мужем давно уже в храм. А я здесь больше его. Он у нас очень тяжело больной. Вторая группа инвалидности, онкология. Но я бы хотела, чтобы он пособорвался. Он собор великий код. Можно ли пособорваться ещё один раз и выход в код? Спасибо, конечно можно. Соборвание это такое таинство, особенно для тех, у кого посетил серьёзный недуг, когда нет препятствий к его совершению и нет ограничений по количеству в году. Конечно, если человек не болен, а просто на всякий случай, как говорят, чтобы забытые грехи простились, приходят к соборванию, то здесь мы не всегда приветствуем. А когда человек в тяжёлом недуге, который пытается бороться с этим недугом, нам ничего не возбраняет это делать. Апостол Иаков в своём послании как раз призывает, что если ты болен, призови пресвитеров, и они помажут тебя и леем, и вином, совершат над тобой молитвы. Никак, нигде не написано, что это можно делать только один раз в год. Если ваш супруг действительно болен, ничего не мешает вам пригласить священника, и если это даёт облегчение вашему супругу, это можно делать, наверное, каждым постом. Действительно бывает так, что люди соборов, Таинственные соборы, собрегают только с Великим постом, больше никак. в Западной церкви там вообще раз в жизни совершаются, они у них называются, к сожалению, последним помазанием, и в Западной церкви это совершается над умершими, и у нас, например, в дореволюционных свидетельствах можно найти и упоминать, что люди боялись собороваться, потому что они воспринимали это как подготовку к смерти, но соборование это не подготовка к смерти, это таинство, еле освящение, таинство молитвы, соборной молитвы. Отец Александр, у нас есть такая традиция, в основном она, конечно же, у нас распространена на Украине, когда в день Святого Николая детям дарят подарки. У нас, насколько я знаю, в наших краях, так сказать, не всегда эта традиция есть. Обычно привыкли дарить подарки на Новый Год, когда их ставят под елку и ребенок или тот или иной человек его там находит. Как вы думаете, вот такая традиция, когда Сеть Николай у нас, такой праздник, где можно получить традицию, как, может быть, ее нужно более активно, можно так сказать, пропагандировать среди наших верующих? Ну, главное, чтобы вот эта традиция не превращалась в индустрию, потому что вот предновогодняя Москва, огромное количество пробок, потому что люди выезжают за подарками, и в торговых центрах, в магазинах огромное количество людей, и это целая индустрия подарков, дарит все, что нужно, что не нужно, это немножко цель-то была другая, потому что и подарки раньше были другие, они все-таки были такие со смыслом подарки, а сейчас просто банальный сувенир, там, на памяти, да, какой-то там крем для бритья мужчинам обычно дарят в огромных количествах, одеколоны, вот какие-то сейчас современные гаджеты молодежь друг другу дарит, если я вспоминаю свое детство, нам дарили книжки чаще всего, ну, или очень редко какую-нибудь игрушку, но игрушки были другие, вот, и раньше это было действительно связано с почитанием святителя Николая, воспоминанием его жития, когда он в трудные минуты, вот мы знаем это событие из его же жизни, когда он спас благочестивое семейство, тайно ночью опустив через окошко приданное для трех дочерей одного отчаявшегося человека, и вот как бы традиция подарков, она напрямую отсылает нас к святителю Николаю, к делам милосердия, и поэтому подарки-то большей части нужно дарить не только своим детям, но и тем людям и детям, которым никто подарки не подарит. И это был как раз образ взятый от святителя, от его милосердия, от его доброты, от его смирения, когда он не хотел быть узнанным. А сегодня про Деда Мороза, который через форточку залазит, мы детям рассказываем и оставляет подарки, мы не говорим о святителе Николае, о его ревностном служении, о том, что нужно тоже поделиться каким-то даром с ближним, который никогда даже не надеется получить от кого-то подарок. А мы трансформируем под себя опять через человеческий эгоизм. И вот полки заполнены совершенными безделушками, которые в новогодний период сметаются, а потом они оказываются со временем в мусорных контейнерах или где-то в каких-то коробках, где мы складываем ненужные вещи. Смысл этого. Нужно подходить к тем традициям, которые имеют глубинный смысл преображения человека. И вот эти древние традиции подарков в день святителя Николая, они имеют глубокий смысл. Конечно, в годы гонений это переместилось на Новый год. Это переместилось сейчас в современных благочестивых семьях на Рождество. но это всегда было связано с именем святителя Николая. Отец Александр, еще один звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, мы вас очень внимательно слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, с праздником. Отец Александр, прихожанин нашего собора Анатолий Николаевич, очень приятно. Люди, многие люди названы в честь святителя Николая и достойно несут это такое вот имя святителя Николая. Вот один из них, мне кажется, Николай Семенович, который сегодня был за литургией честного. Можете рассказать несколько слов о нем и как его здоровье? Спасибо вам большое. Александр, позвольте, по плану сейчас как раз тема Николая Семеновича хотели коснуться. Вот как наши зрители пронизательны. Слава Богу, Николай Семенович здоров. Был такой небольшой, небольшая минутка той немощи, которая проявилась во время наших сегодняшних поздравлений, он себя не очень хорошо почувствовал, но дальше все было слава Богу и мы продолжили честование Николая Семеновича. Николай Семенович более 50 лет, более полувека, уже 60 лет даже отдал служению церкви и Богоявленскому собору. Это наш почетный ктитор, почетный староста Николай Семенович Копчук, которого раньше называли всесоюзным старостой, потом всероссийским старостой и замечательный человек, который всю свою жизнь отдал служению церкви. Сегодня он именинник, а совсем недавно ему исполнилось по паспорту 85 лет. А на самом деле, как говорит Николай Семенович, ему 88 лет. Потому что во время войны и после войны, когда восстанавливались документы, часто приписывали, отписывали годы. Кто-то приписывал, чтобы пойти на фронт, на оккупированных территориях, уменьшали возраст, чтобы не угоняли на работу в Германию. И Николай Семенович говорит, что мне еще плюс 3. 85 плюс 3. Поэтому все слава Богу, Николай Семенович, бодр, крепок. И сегодня многие пришли его поздравить. И мы с большой любовью к нему относимся. И дай Бог ему здоровья на многое и благое лето. Отец Александр, в прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы говорили с вами о тогда еще планирующемся съезде регентов. И вот почти месяц назад он совершил этот съезд. мне бы очень хотелось, я, к сожалению, не очень внимательно следил за этим событием. Расскажите, пожалуйста, как это случилось и что это было вообще за мероприятие, какова была его цель? Ну, впервые за более чем 100 лет прошел съезд, посвященный проблемам церковной музыки и клиросного служения. По благословению святейшего патриарха Кирилла, который самое активное участие принял в этом съезде, который участвовал во встречах с делегатами и завершился съезд с служением божественной литургии в храме Христа Спасителя, который возглавил святейший патриарх Кирилл в день памяти святителя Филарета митрополита Московского. Заседание съезда собрали он получился международным. Это был первый международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви. Потому что когда мы подвели итоги статистики, то увидели, что у нас 96 официальных делегатов, 196, почти 200, 196 официальных делегатов из 90 епархий Русской Православной Церкви из 17 стран. Поэтому такой был очень яркий форум. Но кроме официальных делегатов в работе съезда могли принимать участие любые интересующиеся или занимающиеся профессионально клироссным служением или регентованием в церковных хорах, потому что вход на пленарное заседание был свободный. Официальные делегаты приезжали от епархии, они размещались в гостиницах, они были основой этого съезда. А так ежедневно в два дня проходил съезд, в его работе принимало постоянное участие около 500 человек. И это люди неравнодушные, это те, кто каждый день несет свое послушание на клиросе в качестве певца или в качестве регента, люди, которые профессионально занимаются историей церковной музыки, современные композиторы в области церковной музыки. Мы обсуждали многие-многие проблемы, очень насущные. Последний раз вопросы церковного пения обсуждались на поместном соборе 1917-18 году. А такие регулярные съезды, посвященные проблемам клиросного служения, они проходили с 1908 года. Но вот после революции эта традиция прервалась, и те вопросы, которые обсуждались 100 лет назад, они, тем не менее, стали менее актуальными. Они, наверное, еще более острыми стали. Какие-то вопросы? Вопросы церковного обихода, нотного материала, который используется за богослужение, традиции церковного пения, мастерства регента, социального статуса регента? Кто регент в храме? Он наемник или он клирик? Что из себя представляет клирос? Каковы отношения между настоятелем и регентом, между настоятелем и певчим? Каковы отношения между архиереем, архипастырем и хохорами, которые существуют на территориях различных епархий? Это очень важные вопросы, потому что люди отдают свою жизнь этому служению, а их статус до сих пор никак не определен. Но это мало, конечно, с одной стороны интересовало, интересовалась очень профессиональная сторона, методика работы с хором, методика работы с обиходом, уставные какие-то вещи. И съезд, он был не просто таким пленарными, наполнен пленарными докладами. Это все было всегда соединено с практическими занятиями. На этот регенский съезд комитетом приглашались известные уже знаменитые регенты, которые давали мастер-класс. Можно поподробнее, если можно даже имена? У нас был мастер-класс в традиции регенского отделения Санкт-Петербургской Духовной Академии. Был мастер-класс отца Дмитрия Болгарского, протерея Дмитрия Болгарского, приехавшего специально из Киева, лучшего, наверное, знатока традиции киево-печерских распевов, киево-печерского обихода. У нас был мастер-класс отца протодиакона Александра Кедрова из Парижа. Внука уже, потому что мы знаем в области церковной музыки Кедрова отца, Кедрова сына, а теперь мы познакомились с Кедровым внуком. И были мастер-классы, которые показывали работу с детьми, потому что целое пленарное заседание было посвящено работе с детскими хорами. И, конечно, эти мастер-классы были специально выстроены, мы немножко продумали технологии, регент в таком большом зале, например, как зал Храма Христа Спасителя, зал церковных соборов, или второй день проходил в Епархиальном доме, сейчас это главное здание Свято-Тихоновского гуманитарного университета православного. Пусть, кстати, тоже интересное совпадение, оно, наверное, и не совпадение, потому что последний поместный собор 17-18 года, где обсуждались в том числе проблемы церковного пения, проходил как раз в Лиховом переулке, в здании Московского Епархиального дома. И вот наш второй день пленарных заседаний после встречи со Святейшим Патриархом проходил уже в возрожденном Епархиальном доме в Лиховом переулке. И когда сидит 500 человек в зале, и мы специально собирали большой сводный хор московский, с которым работали мастера, на основе которого показывали, как нужно работать с хором, то, конечно, тяжело смотреть из зала, как работает реген, который к тебе спиной, а перед ним 50 человек певчих сводного хора. Мы брали видеокамерой крупно руки, лицо, жесты, мимику, работу регента и проецировали на два больших экрана, чтобы из зала было прекрасно видно, как работает регент, как двигаются его руки, как он выражает свои мысли и мимика, и жестом. То есть это было очень интересное мастер-класс. Александр, давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, нас очень внимательно слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, с праздником. Поздравляю с праздником отец Александра Сергея. У меня такой вопрос к отцу Александру. Будьте любезны, скажите, вот сегодня можно поздравлять было тех людей, начащих имя Николай, или только тех, кто родился именно в мир, в ближайшее к сегодняшнему празднику. Мне кажется, что это Николай, он покровитель всех, но когда бы кто не родился. Николай когда не родился. Будьте любезны, я понятно сказал. Да, конечно, все понятно. Мы память святителя Николая чтим в нашей церковной традиции дважды. Есть так называемый зимний Никола и вешний Никола. И поэтому часть людей, они, конечно, именинники, кто-то весной, кто-то зимой, но в общем целом они чтут святителя Николая. Для них это праздник, личный праздник. И тех Николаев, кто считает своим небесным покровителем святителя и чудотворца Николая, конечно, уместно поздравляю. Да и, наверное, всех Николаев. Но есть сейчас уже и много в лике святых других Николаев. Нет, не святителя Николая. Да, но вот кто-то может быть и крещен, и чтит своим небесным покровителем святого равноапостольного Николая Японского, который, да, который, ну вот, да, если человек почитает своим небесным покровителем и заступником святителя Николая, его можно сегодня поздравлять с днем именин, с днем ангела. Спасибо вам большое. Еще раз праздникам. С праздником. До свидания. До свидания. Отец Александр, вы сказали, что рассматривались вопросы на съезде обихода. Что конкретно имелось в виду? Конкретно есть разные у нас традиции обихода. даже в разных городах 50-х годов между ними и по-разному поют. Да, но вот все-таки должна быть как бы первая основа, которая должна быть понятна. Мы говорим московский обиход, санкт-петербургский обиход, киево-печерский обиход. Они разные, но они выстроены на одном фундаменте. И вы знаете, когда мы не говорим об унификации, но мы можем говорить о том, что является объединяющим началом, вот именно в традициях гласовых пений, распевов, обиходных распевов, потому что, вот посмотрите, мы заканчивали съезд общей литургии, за которой пел сводный хор делегатов. Сколько человек вышло? 200 человек. В Храме Христа Спасителя управлял этим хором Алексей Пузаков, наш известный мастер, регент, заслуженный артист Российской Федерации. И буквально этот хор родился за две спевки. Ну, понятно, что материал к литургии мы рассылали заранее тем, кто зарегистрировался как делегат, они получали этот нотный материал. В течение заседания было две спевки, это первая была по приезде всех и размещении в гостинице 29 ноября, а вторая спевка это была 30 1 декабря перед службой. И вот за две спевки родился двухсотголосный хор, которые понимали, как им исполнить тропарь Гласса. не придерживаясь своих региональных традиций. Что-то должно быть объединяющим. Замечательно звучат Киево-Печерские распевы в Киеве, замечательные традиции Санкт-Петербурга, замечательные нюансы московского обихода. Но когда мы можем создать большой хор из двухсот человек, которые приехали с разных уголков страны, и они зазвучали буквально за две спевки, мы понимаем, что для этого нужен какой-то фундамент. Поэтому мы много внимания хотим уделить именно тому, что является фундаментом церковного пения. Хотелось бы, конечно, посвятить какое-то время и провести конференцию или круглый стол, может быть, даже мастер-класс именно традициям старообрядческого пения, традициям знаменных распевов. планировалось, но мы не смогли в первом съезде все это вместить, но запланировали на будущее, в ближайшее время, собрать тех, кто интересуется этими традициями, сделать для них круглый стол или большую конференцию как раз под эгидой митрополита Илариона и центра древнеправославных традиций. Поэтому работы много предстоит. Самое главное, мы же не решили всех насущных вопросов, мы их только обозначили. Мы показали то направление, по которому хотим идти. Значит, еще раз соберетесь? Ну, в резолюции съезда, который принял съезд, конечно, в первую очередь мы благодарны Святейшему Патриарху за его активность в области как раз в решении вопросов, касающихся церковного пения, клиросного служения. и съезд принял решение собираться не реже одного раза в три года. Поначалу мы хотели может раз в четыре года, но делегаты говорят, что это слишком большой период, четыре года, давайте встречаться раз в три года. И, конечно же, будем, уже обратились к Священначалью, к Святейшему Патриарху за тем, чтобы было благословение на создание постоянно действующего органа, который бы занимался в период между съездами работой в этой области, который бы инициировал мастер-классы, конференции, который бы собирал материал о том, что происходит в регионах. Есть резолюции пунктов, что нужно создать сайт или портал в интернете, где была бы постоянная информация о том, что происходит в области церковного пения, где проходят фестивали, где проходят какие-то концерты, где можно посещать курсы для тех, кто хочет научиться пению. И, конечно, вопросу народного пения, когда в храме могут петь все. Но это тоже серьезный вопрос. Это не просто выучить людей петь. Это нужно с этими людьми, желающими петь, работать. Опять же, должны заниматься регента, которые подведут этих людей к тому, чтобы они зазвучали, как единый хор, весь храм. И это очень серьезно. Это есть над чем работать, есть к чему стремиться, есть куда идти. И я надеюсь, что мы делаем это очень важное дело. Я думаю, что действительно важное дело. Потому что в церкви поют. И поет хор всегда. В любой храм зайдешь, и у любого настоятеля болит голова, конечно же, прежде всего о хоре. Как будет хор петь. Это как некая даже визитная карточка храма с какой-то степени. Ну, есть и другая проблема, что часто мы пытаемся на чем-то экономить. Понятно, что мы непростые времена живем, и поэтому хор предпочитаем, чтобы он хорошо звучал в празднике. А община формируется в будни все-таки, а не в празднике. Потому что хорошее пение в будни тоже необходимо. И, конечно, нужно нести эту традицию миру. Вот были делегаты зарубежных приходов, и они со слезами говорили о ситуации на наших зарубежных приходах, потому что не на кого рассчитывать. Диаспора большая, но тех, кто умеет петь, единицы. И когда Реген говорит, я не знаю, кто ко мне утром в воскресенье придет, я не могу спланировать обиход, я не могу понять, что я буду петь за литургией. Только буквально за 15 минут до начала службы, когда я увидел, кто у меня на клирисе собрался, я могу понять, что я могу сегодня петь, а что не могу я сегодня петь. И такая ситуация критична, ее не должно быть. Поэтому и этому тоже нужно внимание выделять. Отец Александр, у нас время, к сожалению, остается совсем-совсем немножко. И, наверное, в последние минуты хотелось бы, конечно, вас услышать наставление нашим телезрителям, как необходимо подготовиться к празднику Рождества. Ведь уже не за горами этот праздник. Да, уже следующая неделя про Отец, когда мы совсем близко подходим к празднику Рождества Христов. Конечно, самая главная подготовка это внутренняя готовность и осознание того, к какому празднику мы подходим, к тому событию, которое входит в нашу жизнь через Рождество Христово. Потому что это начало преображения человечества. И вот я думаю, что самое главное к этому празднику подойти с внутренней готовностью начать свое внутреннее преображение. Для этого и пост рождественский существует. Не для того, чтобы побыть на диете какой-то период и потом рассказывать в искусстве кулинарном, что можно приготовить из постных продуктов. А это в первую очередь работа над собой. Это в первую очередь возможность сосредоточиться над той важной темой, которая несет в мир Рождество Христово. О том, что Бог пришел в мир и Он не оставляет мир и сегодня. Несмотря на то, что прошло 2016, а то уже 2017 лет с того момента, Бог здесь предстоит и ждет от тебя того, чтобы ты начал свой путь к Нему. Господь, отец Александр, ну и напоследок благословите наших телезрителей. Храни вас всех, Господь, я поздравляю вас с праздником святителя, чудотворца Николая, который не оставляет нас своим участием и слышит наши молитвы и ходатайствует перед Богом. И, конечно, всем желаю подготовиться и с особым чувством вступить в праздник Рождества Христово. Храни вас всех, Господь. В гостях у нас был праэтерия Александр Агейкин, настоятель Богооленского Кафедрального Собора города Москвы. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин